Авдеевка, небольшой промышленный город Донбасса, который стал новой мишенью путинских войск, захватить территорию любой ценой. Такую задачу поставили командиры перед российскими солдатами. И 10 октября в 5 утра те пошли на штурм украинских позиций. Использовали большую группировку и техники живой силы. Ответ получили моментально. Большое количество техники было подбито, уничтожено. Было также ликвидировано большое количество личного состава противника. После этого они в течение 7 дней развивали свой якобы успех, увеличили число людей. Мы всеми возможными способами и средствами уничтожали их. Повторная попытка была еще большого такого штурма 17 октября. Также они большие силы задействовали для всего этого. Очень большие силы. Опять-таки были и большие потери у них. Штурмовать украинские позиции россияне продолжают и сейчас, подчеркивает койот командир одной из бригад, которая нынче защищает Авдеевку. И каждый день обороны творит историю, уверен военный. Мы отбиваем эти штурмы. Парни все очень по-боевому настроены. Я считаю, что все наши будни достойны войти в историю. Постоянно происходит давление со стороны противника. Даже если противник имеет какой-то успех на каком-то участке, мы все равно не оставляем попыток вернуть эти позиции. И мы действительно, имея резервные группы, группы, которые готовы для того, чтобы пойти и отбить свою позицию назад, идем и это делаем. Большую роль в отражении атак сыграли противотанковые подразделения. Российская бронетехника вспыхивала на поле боя, словно спичечные коробки. Все это хочется отметить. И возможно, действительно, это войдет в историю, как одно из таких мест, где противник задействовал максимальное количество техники. И она была практически уничтожена небольшим количеством тех и имеющихся противотанковых средств. Но результат, как говорят, на поле боя находится. Это войдет в историю, как битва, где противник безграмотно потратил огромное количество техники. Бездумно, безграмотно. И в то же время отметить наших противотанкистов, наших парней, которые работают с противотанковыми средствами, которые смело уничтожают технику одну за одной. К штурмам Авдеевки россияне готовились тщательно, отмечает Койот. Но город, который был оккупирован в апреле 2014-го и уже летом того же года оказался взят под полный контроль украинских властей, за практически 10 лет хорошо укрепился. И прорвать украинские позиции противнику стоит как сверхусилий, так и огромных потерь. Наблюдали такой момент, что техника ехала по своим парням, по их же парням противника, которые бежали, не зная, куда бежать. Техника спасалась, как может. Пехота спасалась, как может. Плюс ко всему, мы им подкидывали из артиллерии наши подарки, подбрасывали из минометов наши подарки. И это выглядело достаточно интересно, когда противник, даже не начав активный штурм наших позиций, уже потерял ориентирование. Дезориентация – одна из частных причин фиаско россиян, а еще их отношения друг к другу. Это выглядело как спасение утопающих. То есть смотреть на это достаточно смешно было, когда люди, не зная, что делать, пренебрегают ценностями друг друга, подставляя технику и пехоту. В очередной раз показали отношение между ними, которое является вообще нечеловеческим. О подготовке к штурму Авдеевки можно судить также по технике, которую противник использует, сообщает комбат. На это направление россияне перебросили вооружение, которое раньше еще не применяли именно здесь. Это и БМП-3, это и их новые танки Т-90. Я с первых дней полномасштабной войны участвовал в боях под Киевом, под Житомиром и в Николаевской области. Там видели очень много такой техники. И тигры. Это их современное вооружение. Здесь, на этом участке, я раньше не видел, а в этот раз увидел. Тигры, бронетехника, инженерного многовооружения для того, чтобы разминировать наши миновзрывные заграждения. Такие тяжелые системы, как Солнцепек, тоже применялись. Артиллерии очень много у противника появилось. Ураганы, смерчи. Оборона Авдеевки продолжается. Ежедневно там ведутся ожесточенные бои. Военные аналитики полагают, что взятие этого населенного пункта не имеет стратегического значения для россиян. Скорее, это политические амбиции диктатора накануне псевдовыбора в стране-агрессоре, имеющие целью привлечь внимание внутреннего потребителя.